Каждый из нас хоть раз видел, как кто-то простал бумажку мимо угла, или сам так поступал. Мы думаем, что вот одной бумажки хуже не станет, и так думают все. В глобальном масштабе это очень значимый недостаток, который нужно устранять. Ведь природа, она как старый замок, его нужно хранить таким, каким он был изначально. Ведь после реставрации он уже никогда не станет таким, как прежде. Во многом, из-за своей гордости, своего чувства превосходства, люди стали забывать, что они шутят с тем, кто не может ответить им в лицо. Но тысячу раз сильнее их и обязательно отомстит им потом. Многие из-за своей лени прикрываются глупыми отмазками. Типа, если я один уберу бумажку, то ничего не изменится, не могу один изменять мир. Так начни с себя, будь первым, действуй. Не надо говорить, что ты лучше, надо быть лучше. Это я. А это моя школа. Она находится в великом городе-герое Севастополе. Севастополь. Известный город-курорт и город-герой. Легенда военной славы, раскинувшись на два берега на западном побережье Крыма. С неповторимой, особой атмосферой город Севастополь обязан огромному количеству архитектурных и исторических памятников, а также свежему морскому воздуху. Севастополь – город закрытый для простых смертных, вплоть до 1996 года. Сегодня привлекает массу туристов богатой историей и обилием достопримечательностей. Имя, данное городу, при его основании в переводе с греческого означает «Величественный, достойный поклонений, героический город». Он оправдал его своей более чем двухсотлетней историей. Мало кто знает, но в честь города был назван астероид, полное название которого – Севастополь-2121. Его открыла украинский астролог, находившись в обсерватории в Крыму, и назвала его «В честь города-героя». В 1797 году Павел I переименовал Севастополь-Вахтяр, однако после его смерти городу было возвращено прежнее название. Севастополь находится в Крыму, в удивительном полуострове на юге Украины. Крым – уникальный историко-культурный заповедник, поражающий древностью и разнообразием. В его многочисленных памятниках культуры отражены исторические события, культура и религия разных эпох и разных народов. История Крыма – это сплетение Востока и Запада, история греков и Золотой Орды, церкви первых христиан и мечети. Здесь на протяжении многих веков жили, воевали, заключали мир и торговали разные народы, строились и разрушались города, возникали и исчезали цивилизации. Кажется, сам воздух тут наполнен легендами о жизни олимпийских богов, амазонок, кемерийцев, татаров и греков. Благоприятные условия Крымского полуострова и его удобное местоположение способствовали тому, что Крым сегодня стал одной из колыбелей человечества. 150 тысяч лет назад природные и климатические условия, обилие животных, на которых можно было охотиться, привели на полуостров первобытных людей, неотритальцев. Крым это моя родина, я не хочу, чтобы она была крепостью.